Аль-Масих Ад-Даджал Лжемессия Составил доктор шариатских наук Шейх Хейтам Сархан Главный руководитель школы Ас-Сунна Бывший преподаватель В институте при мечети пророка Салаллаху алейхи вассалям С именем Аллаха Милостивого Милосердного Аль-Масих Ад-Даджал Это зло, которое непременно придет И это самая великая смута На земле с тех пор, как был создан Адом и до самого судного дня И какой бы пророк не был Неспослан, он непременно Предостерегал от него и описывал его Своему народу Посланник Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Сказал, не было такого пророка Который не предостерегал бы свою Общину от этого лжеца И поистине он будет Одноглазым, тогда как ваш Господь таковым не является И будет начертана межглаз Даджаля, кафир Так что это сможет прочитать каждый Мусульманин, умеющий читать И не умеющий Посланник Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Сказал, если он появится В то время, когда я буду среди вас То мне и вести с ним спор за вас Если же он появится В то время, когда меня среди вас Не будет, тогда каждому придется Вести с ним спор за себя А Аллах заменит меня в этом Для каждого мусульманина Даджаль будет кривоногим мужчиной Невысокого роста, с вьющимися волосами Он будет с изъяном В одном глазу, другой его глаз будет Ни выпуклым, ни впалым Появление Даджаля относится к числу Больших признаков судного дня Даджаль появится на земле востока Которая называется Хорасан И за ним последует Семьдесят тысяч иудеев Асбахана Затем он пройдется по полуострову Между Шамом и Ираком Желая войти в Мекку и Медину Однако обнаружит ангелов Преграждающих ему путь своими мечами Он явится к людям и станет призывать их И они уверуют в него и последуют за ним Тогда по его велению с неба Тотчас прольется дождь И земля даст урожай А скот вернется с пастбищ поправившимся Потом он явится к другим людям Которым также обратится с призывом Но они отвергнут его слова Тогда он покинет этих людей А их паразит засуха И не останется у них никакого имущества В тот день к нему выйдет Один из лучших людей и скажет ему Я свидетельствую, что ты даджаль О котором рассказывал нам посланник Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Тогда даджаль обратится к людям со словами Скажите Если я убью этого человека А потом оживлю его Останутся ли у вас сомнения Относительно этого дела Они ответят нет И он убьет его А потом воскресит Когда же он воскресит его Этот человек скажет Клянусь Аллахом Никогда мое знание и убежденность Относительно тебя В том, что ты и есть даджаль Не было столь твердым, как сейчас И даджаль захочет повторно убить его Однако не сможет этого сделать После того, как снизойдет Аиса ибн Марьям Мир ему И застанет его Увидев его, враг Аллаха Начнет растворяться Подобно тому, как растворяется соль в воде И даже если бы Аиса оставил даджаля Не сражаясь с ним Тот все равно полностью растворился бы Но Аллах убьет его руками Аисы Который покажет его кровь на своем копье Защита от смуты даджаля Неуклонная и твердая приверженность Исламу Постоянное запасание иманом И его увеличение Посредством познания имен и атрибутов Аллаха С убежденностью в том, что Аллах лишен Каких-либо пороков и недостатков Заучивание наизусть И чтение первых десяти аятов Суры Аль-Кахф Является защитой от даджаля В другой версии хадиса говорится, что это последние десять аятов Суры Аль-Кахф Прибегание к Аллаху за защитой от даджаля и его смуты Особенно в конце намазов Посланник Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Часто обращался к Аллаху в конце намаза Перед Салямом и говорил О Аллах, поистине я прибегаю к Твоей защите От мучений ада и мучений могилы От искушений жизни и смерти И от зла искушения лжи-мессии Аллахума иний ареоз бека Мин азав югэннам Мин азав югэнам Мин азав югэнак Мин фитн Parece Махита Махиа Мемат Мин шер фитнэ Масих Д Brendan Аджгаал